Святаго Духа Из поучений Святаго Иоанна Затаустова На книгу деяний апостольских Нет ничего холоднее христианина, который не заботится о спасении других Здесь ты не можешь извиняться бедностью Положившая две лепты облечить тебя И Петр говорил Серебра и золота нет у меня Деяние 3.6 А Павел был так беден, что часто голодал и не имел необходимой пищи Не можешь извиняться незнатностью И они были незнатны и не от знатных Не можешь указывать и не учености Они были не ученые Хотя бы ты был рабом, хотя бы беглецом И тогда можешь исполнить свое дело Таков был Ионисим И однако смотри к чему призывает его Павел И в какое возводит достоинство Имеет общение со мною, говорит в аузах моих Филимону 1.10.17 Не можешь извиняться немощью Таков был и Тимофей, часто страдавший недугами А что он был немощен, послушай Употребляй немного вина Ради желудка твоего И частых твоих недугов 1.10.23 Каждый может быть полезным ближнему Если захочет исполнять, что от него зависит Не видите ли бесплотных деревьев Как они крепки, как красивы, рослые, гладкие, высокие Но если бы у нас был сад, то мы захотели бы лучше иметь Подоносные, гранатовые или масличные деревья Нежели их Потому что они доставляют только удовольствие, а не пользу Впрочем, бывает и от них некоторая малая польза Таковы те, которые и заботятся только о самих себя Или даже еще хуже Они годны только для насожжения Тогда как те деревья годны и на постройку И для хранения в них вещей Таковы были те девы, хотя чистые, украшенные, целомудренные Но никому не приносившие пользы Поэтому они и осуждаются на сожжение Матфея 25.1.12 Таковы были не напитавшие Христа Заметь, никто из них не осуждается за собственные грехи Ни за прелюбодеяние Ни за клятого преступления И вообще ни за что Но за то, что не был полезен другому Матфея 25.41.46 Таков был зарывший талант землю Безукоризненный по своей жизни Но бесполезный для другого Матфея 25.18.28 И как такой может быть христианином? Скажи мне Если закваска, смешанная с мукой, не сообщает своего свойства всему смешению То закваска ли это? Так же, если мир не сообщает благовония приближающимся То можем ли мы назвать его миром? Не говори мне Невозможно помогать другим Если бы ты был истинным христианином То невозможно было бы этому не быть Как то, что составляет свойства вещи Не может быть противной ей Так и здесь Потому что это составляет свойства христианина Не оскорбляй Бога Если бы ты сказал, что солнце не может светить То оскорбил бы его Если скажешь, что христианин не может приносить пользу То так же оскорбишь Бога И назовешь его лживым Потому что скорее солнце не будет ни греть, ни светить Нежели христианин не просвещать Скорее свет сделает сетьмой Нежели будет это Не говори же, что невозможно Невозможно противоположно этому Не оскорбляй Бога Если мы хорошо исполним, что зависит от нас То без сомнения будет это как естественное следствие Не может утаиться свет христианина Не может сокрыться светильник столь светлый Не будем же нерадивы Как от добродетелей происходит польза и для нас И для благодетельствованных нами Так и от злобы происходит сугубый вред И для нас, и для озлобляемых нами Пусть, например, какой-нибудь человек Простой терпит от другого бесчисленное множество зол И никто за это пусть не мстит Но даже пусть благодетельствует ему Какого наставления это не будет сильнее Каких слов, каких увещаний Какой ярости это не смягчит и не угасит И так, зная это, возлюбим добродетель Потому что невозможно спастись иначе Как проводя настоящую жизнь в таких добрых делах Чтобы сподобиться и будящих благ По благодати человека Любя Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу со Святым Духом Слава, держава, честь ныне и пресна И во веки веков Аминь